В прошлый раз мы с вами разобрали SSH и затронули тему пользовательских ключей. Мы можем сгенерировать два ключа, приватный и публичный. После чего закинуть публичный ключ на все свои сервера и подключаться к ним без пароля, используя приватный ключ. Это говорит о том, что приватный ключ нужно беречь как зеницу ока. Давайте глянем права этого файла. По ним видно, что к файлу есть доступ только у владельца файла, остальные не могут его прочесть. Вроде бы все нормально, никакой другой пользователь не может украсть этот файл. А давайте подумаем, что означают права. То, что у процесса, запущенного от имени этого пользователя, будет доступ к этому файлу. И если я запускаю SSH клиент от моего пользователя, то он сможет прочесть этот файл. А если кто-то другой запустит SSH, то это будет процесс от другого пользователя и у него не будет прав к этому файлу. Но что, если я запущу не SSH клиент, а другую программу? Например, Firefox. И через Firefox попытаюсь прочесть этот файл. С точки зрения стандартных прав, все нормально. Это процесс, запущенный от моего пользователя. И у него есть доступ ко всем моим файлам. И в обычной ситуации Firefox не нужны мои SSH ключи. А если он заражен? Что, если я установил какой-то плагин для Firefox, и он оказался зловредом? Получится, что Firefox сможет делать с моими файлами все что угодно. Например, украсть мои SSH ключи. По-хорошему, у Firefox в принципе не должно быть прав к моим ключам. Но с точки зрения прав, все нормально. А это говорит о том, что стандартных прав недостаточно. У нас есть процессы и файлы, которые могут взаимодействовать с точки зрения прав. Но нужно как-то их оградить. И для этого есть система принудительного доступа. В самом ядре Linux есть фреймворк LSM. Что-то типа каркаса, который можно использовать для разработки программ для безопасности. ANB и RedHat на основе этого каркаса сделали C-Linux, который используется многими дистрибутивами на основе RedHat Enterprise Linux. А на Ubuntu-based дистрибутивов используется AppArmor. Очень грубо говоря, в C-Linux прописано политики. В какой программе что разрешено. Если что-то не прописано, он блокирует это. Политики прописаны на стандартные настройки. А администраторы в программах зачастую меняют эти стандартные настройки. Допустим, мы говорили, что по умолчанию SH-сервер работает на 22-ом порту. Но, если сервер доступен в интернете, стоит изменить стандартный порт. Так вот, если изменить стандартный порт в SSH, C-Linux запретит SH-серверу работать на нестандартном порту. И демон просто не сможет запуститься. Чтобы он заработал, надо поменять политику в C-Linux. И так со многими программами. Это отпугивает некоторых администраторов. Так как нередко они просто копипастят конфиги и команды из интернета. Не вникая в то, что там написано. И тут C-Linux блокирует демон из-за нестандартных настроек. Администраторы не понимают почему. Не знают как решить и ищут одну простую команду. Чтобы все работало. И зачастую эта команда отключить C-Linux. Но отключать безопасность в угоду лени плохая затея. Даже есть специальный сайт, который просит так не делать. Итак, C-Linux можно отключать, но не только. В целом у него три режима. Disabled, Permissive и Enforcing. Текущий статус можно посмотреть с помощью команды seStatus или getEnforce. По умолчанию Enforcing. Политики работают. Все, что не разрешено политиками, блокируется. В режиме Permissive ничего не блокируется. Но C-Linux все нестандартное логирует. А в режиме Disabled он просто отключен. Режимы можно поменять в файле etc.clinux.config, изменив значение переменной C-Linux. Но это изменение вступит в силу только после перезагрузки. А чтобы сейчас временно его отключить, достаточно прописать setEnforce 0, что переведет C-Linux в режим Permissive. Чтобы заново перевести в Enforcing, setEnforce 1. Выключать C-Linux я не рекомендую. Лучше научиться его настраивать. Но иногда в работе встречается софт, в требованиях которого указано не работает C-Linux. На самом деле в большинстве случаев можно поигнорировать это требование и настроить его должным образом. Но если в дальнейшем возникнут проблемы и техническая поддержка софта увидят включенный C-Linux, начнет все проблемы валить на него. Поэтому нужно уметь его выключать. Но не стоит это делать просто так. Если все же нельзя использовать C-Linux, используйте режим Permissive. Логи могут быть полезны. О деталях работы C-Linux поговорим чуть позже. Сейчас для понимания нужен пример. Тот же самый SH с нестандартным портом. Зайдем в конфиг, раскомментируем порт и поменяем значение на другое. Чтобы изменения вступили в силу, нужно перезапустить демон. Но после команды мы видим ошибку. Если же старт демона заканчивается ошибкой, значит он перестает работать. Можем проверить статус. Как видите, статус сервиса Activating. Это означает, что он пытается запуститься, но не может. Кстати, обратите внимание, что даже при перезагрузке SH сервера и его неработоспособности я все еще подключен по SH. На самом деле это скорее исключение из правил, так как большинство других демонов при рестарте сбрасывают соединения. Но SH так не делает, чтобы администратор не потерял доступ к серверу, так как вернуть доступ может быть довольно сложной задачей. Первое, что нужно сделать, если сервис не запустился, посмотреть логи. В большинстве случаев здесь можно найти причину, но в случае с C-Linux в логах демона об этом ни слова. Большинство демонов не в курсе о C-Linux и не знают, что их блокирует. Однако сам C-Linux также посылает логи, которые можно увидеть в числе последних. Они сразу выделяются среди остальных. Здесь и причина блокировки, и подсказка, как решить эту проблему. Здесь мы видим, что C-Linux блокирует приложение SHD использование порта 2233. И тут же подсказка. Если вы хотите разрешить, запустите команду cmanage-port. В типах порта может быть sh-port-t, vnc-port-t и так далее. Но интуитивно понятно, что речь про sh-port-t. Попробуем запустить команду. После чего рестартнём сервис SSH и проверим его статус. Перезапустилась без ошибок, и всё работает. Снизу видно, что SSH теперь работает на порту 2233. Это было просто. Мы посмотрели последние логи, где C-Linux подсказал нам нужную команду. Мы её запустили, и всё работает. В самих настройках SSH над строчкой смены порта также указывается эта команда. Но справедливости ради не всегда так просто. В конфигах каких-то часто используемых демонов над часто изменяемыми опциями бывают подсказки. В логах также указываются такие подсказки. Но где-то их может не быть. Где-то подсказки могут быть неточными, поэтому нужно немного разобраться в самом C-Linux и его командах. Прежде чем продолжим, вернём в конфигах SSH порт 22, так как по 2233 мы не сможем подключиться из-за firewall. После чего рестартнём сервис. Итак, до этого я говорил о том, что C-Linux может блокировать доступ к файлу на примере приватного ключа SSH, а потом показал пример с TCP портом. Также его можно использовать для ограничения доступа к оборудованию, но, в отличие от файлов и сетевых портов, это настраивается реже. Как это работает? Для примера возьмём блокировку доступа к файлу. Всю работу операционной системы в очень простом виде можно представить так. Какой-то пользователь запустил какую-то программу, которая стала процессом. И этот процесс обращается к каким-то файлам. Пользователь, процесс и файл – три основных компонента, в котором C-Linux ставит метки. Эти метки называются контекстами. И C-Linux позволяет написать правила, по которым, например, процесс с меткой 2 может читать файл с меткой 3. Когда какой-то процесс пытается открыть файл, сначала система проверяет на стандартные права. Группу, владельца, остальных, а также read, write, execute. Если стандартные права говорят, что всё окей, что у процесса есть доступ к файлу, C-Linux делает свою проверку. А есть ли у метки 2 доступ к метке 3? И если такого правила нет, то C-Linux запрещает это действие, и процесс не может открыть файл. В программы, которые показывают информацию о пользователях, процессах и файлах, для работы с C-Linux добавили ключ Z. Давайте посмотрим контекст нашего пользователя, какого-нибудь процесса и файла. Вот этот страшный набор символов – это и есть контекст. Но пусть вас это не пугает, потому что всё довольно просто. Обратите внимание, что контекст состоит из нескольких значений, разделённых двойточием. И в конце каждого значения есть нижнее подчёркивание и определённая буква. U – это юзер, R – это роль, T – это тип. Начнём с юзера. C-Linux не использует системных пользователей, а имеет своих, но при этом их связывает. Это можно увидеть с помощью команды sem-manage-login с ключом L. В первом столбце – локальные пользователи. Дефолт подходит под всех пользователей, root – только под root. Во втором столбце – к какому пользователю C-Linux они привязаны. В данном случае и root, и все остальные наши пользователи привязаны к пользователю unconfined. То есть к одному пользователю C-Linux привязаны несколько локальных пользователей. Этот пользователь используется, если никаких ограничений по пользователю мы не хотим. То есть в нашей системе C-Linux никак не ограничивает по пользовательским меткам. Однако для максимальной безопасности, если у вас много пользователей в системе, можно настроить C-Linux так, чтобы определенные пользователи могли делать что-то определенное. Например, создать политику, чтобы пользователь не мог запускать ссуду. Есть несколько пользователей C-Linux с прописанными правилами, но так как в большинстве случаев это только усложнит работу администратору, по умолчанию у нас не такой жесткий режим. То есть, хоть мы и сказали, что в контексте указан user, в нашей системе это ничего не значит. У нас нет блокировок по пользовательским меткам. Но представьте, что ограничения мы будем прописывать по пользователям. Например, пользователю 2 можно настроить только сеть. А если у нас несколько пользователей, которым нужны различные разрешения, кому-то надо разрешить сеть настраивать, кому-то суда делать и тому подобное. Получится, что для каждого пользователя надо отдельные политики писать. А это очень неудобно. Поэтому правила обычно пишутся не на пользователей, а на роли. И у одного пользователя могут быть несколько ролей. То есть, допустим, у пользователя 2 роль только сетевой админ. И все, что он может, настроить сеть. А пользователь 1 должен и сеть настроить, и пароли задать. Поэтому ему мы даем 2 роли. В итоге у нас получается, что несколько обычных пользователей привязывается к одному C-Linux пользователю. А у него может быть несколько ролей. Чтобы посмотреть, у какого пользователя какие роли, можно выполнить команду C-ManageUser с ключом L. Тут видно, что у некоторых пользователей одна роль. А у некоторых несколько. И раз уж у нас перед глазами маячит MLS, давайте его тоже упомянем. MLS – многоуровневая безопасность. Это не совсем часть принудительного контроля доступа. Скорее, отдельный механизм. Но тесно связанный с этой темой. Вкратце, MLS позволяет настроить безопасность по уровню. Скажем, у нас есть процесс, у которого определенный уровень. Файлы с уровнями ниже он может читать. Файл с тем же уровнем он может читать или изменять. А файл с уровнем выше он может только изменять, не имея доступ для чтения. Но MLS по умолчанию выключен. Мы видим его метки, но сейчас никаких ограничений по ним нет. После роли у нас идет тип. Если юзер и роль у нас сейчас никак не воздействуют на систему, то именно тип накладывает ограничения. Помните пример в начале, где какой-то процесс не мог открыть файл, потому что метка не позволяла? Так вот, все дело в типе. У процесса 1 есть свой тип. У файла свой тип. cLinux проверяет правила, а может ли тип 1 открывать тип 2. Правда типы, относящиеся к процессам, принято называть доменами. А у файлов типы это типы. То есть, может ли домен 1 открыть тип 2. Иногда один домен может переходить в другой. Например, когда одна программа запускает другую. И это также задается в правилах cLinux. То есть, если одна программа попытается запустить другую, то cLinux проверит, есть ли у программы с доменом 1 право на запуск программы с доменом 2. Итак, принцип работы cLinux, надеюсь, понятен. У каждого пользователя процесса и файла есть контекст, состоящий из юзера, роли и типа. Юзер и роль определяют разрешение по пользователю, но по умолчанию это вырублено. А типы, если он относится к процессу, то это домен, если к файлу, то это тип, определяют, у каких процессов, каким файлам, другим процессам, портам и устройствам есть доступ, и какой именно. Есть еще MLS, но он по умолчанию выключен, и не совсем по теме. Давайте попытаемся проанализировать, что мы сделали с ssh, когда меняли порт. Сразу виден тип. ssh-port-t. Если посмотреть значение опции а для smanage-port, станет ясно, что мы для этого типа добавили запись. То есть, теперь ssh-port имеет доступ не только к 22-му порту, но и к 22-33. Это можно увидеть, если посмотреть список всех разрешений по портам. Ладно, с портами разобрались. Что насчет файлов? За них у нас отвечает smanage-f-контекст. Например, поищем, какие должны быть контексты у файлов sshd. Тут есть разные файлы. Давайте испортим метку одного из файлов, например, user.sbin.shd. Возьмем контекст любого файла и скопируем. Для смены используем утилиту chcon. После этого попытаемся рестартнуть сервис. Как видите, ssh отказывается запускаться. Посмотрим логи sshd. Тут ни слова о причине проблемы. Поэтому просто проверим последние логи. И тут сразу видим подсказку. C-Linux запрещает systemd запускать sshd. Скорее всего, нет политики, которая бы разрешала домену systemd запускать домен со скопированным типом user-home-t. Вернем контекст обратно. Для этого есть утилита restore.con. Она восстанавливает заданный по умолчанию контекст файла. После этого рестарт сервиса прошел успешно. Так вот, иногда по определенным причинам система может восстановить контекст всех файлов в системе. Это можно сделать и вручную, создав пустой файл .autorelabel в корне и перезагрузившись. Этот процесс занимает определенное время. И попросту запускать его не стоит, чтобы случайно ничего не сломать. Поэтому чкон можно использовать как временное решение. Иначе случайно восстановление опять все сломает. и вместо change content рекомендуется использовать знакомый cmanage fcontext. Например, укажем в политике, чтобы у файла был контекст, как у ssd. Обратите внимание, что нужно использовать полный путь к файлу. Если проверить после выполнения команды, казалось бы, ничего не изменилось. Но на самом деле fcontext меняет значение в политике, а не сразу в файле. Поэтому достаточно просто восстановить контекст по умолчанию . И мы увидим, что тип контекста сменился на ssd.exec. Также сможем найти наш файл в политиках. Смена контекста файлов и директорий часто бывает нужна, когда вы меняете стандартные настройки демона. По умолчанию у демона есть право работать с определенными файлами и директориями. А вам бывает нужно настроить директорию в нестандартном месте. Вы меняете директорию в настройках, а сервис отказывается перезапускаться, потому что не может прочесть файлы, так как контекст не соответствует политике. И для этого есть определенное выражение. Рассмотрим на примере documents. Это меняет контекст в политиках ко всем файлам и под директориям. И в конце не забываем восстановить контекст. Тут уже restore.con с ключом R. Рекурсивно. Иногда бывает, что в рамках безопасности контекст не очень подходит, или очень сложно переделать контекст файлов. Поэтому частично возможности C-Linux вынесены в двоичные опции. Типа разрешить что-то или запретить. Их можно увидеть с помощью cmanage boolean или get sayable. Например, есть возможность заблокировать плагином Mozilla доступ к использованию GPS. Как видите, эта опция выключена. Ее можно включить, используя команду set sayable. В конце можно указывать 0, 1 или on, off. И чтобы увидеть изменения, используем get sayable. Но set sayable применяет изменения только в текущей сессии. Чтобы сохранить это значение в политиках, следует использовать ключ p. Ну и напоследок, мы можем все наши изменения вытащить в виде файла с помощью export. Как видите, тут у нас и измененный порт, и типы контекста, и двоичная опция. Потом мы этот файл можем использовать как шаблон для быстрого применения на наших серверах. Подведем итоги. Сегодня мы с вами разобрали C-Linux. Систему, которая играет важную роль в безопасности. Она дает возможность детальной настройке принудительного контроля доступа. Конечно, мы разобрали только вершину айсберга. Поняли, как она работает, как смотреть информацию и решать базовые проблемы. Но для основ этого вполне достаточно. Со временем мы не раз еще столкнемся с C-Linux. И разберем больше примеров и возможностей. И да, чуть не забыл. Вначале я рассказывал про варность SSH ключей. И про то, что Firefox не должен иметь к ним доступа. Но при этом спокойно нашел и открыл ключи. И C-Linux ничего не сделал. Просто применять политики от пользовательских программ к пользовательским файлам невероятно сложно и многое легко сломать. Такие политики будут мешать пользователям. И те будут постоянно выключать C-Linux. Конечно, при максимальной безопасности это можно настроить. Но в обыденной жизни между удобством и безопасностью должен быть компромисс. Продолжение следует. А.